Здравствуйте! В эфире город Эсса и Татьяна Дмитриева. Какие новые полномочия появились у налоговой службы? Как меняется процесс взыскания долгов? И в чем преимущество онлайн-касс? Об этом говорим сегодня. В нашей студии заместитель руководителя Управления Федеральной Налоговой Службы России по Самарской области Глеб Ружковский. Мы в прямом эфире. Вопросы задавайте по телефону 202 11 22. Звоните, мы вас услышим. Здравствуйте, Глеб Александрович. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот уже с момента единого срока оплаты налогов с 1 декабря прошло 3 месяца, даже больше. Какие итоги первые можно подвести? Какие результаты? Сколько взысканных задолженностей? Ну, начнем с того, что все знают, что это первый год, когда у нас налог на имущество физических лиц начислялся с кадастровой стоимости. Соответственно, общая сумма начисления, она у нас увеличилась. Соответственно, если говорить про данные за 2016 год, то начислено по сроку оплаты 1 декабря было 5,4 миллиарда рублей имущественных налогов. Соответственно, это земля, имущество и транспорт. Из них неоплаченными остались 0,9 миллиарда рублей, то есть около 1 миллиарда. В принципе, цифра выглядит большой, но с учетом того, что у людей, по сути, до конца календарного года на оплату было всего 1 месяц, в принципе, мы результатом довольны. Потому что, если в целом говорить по статистике, добровольная уплата, она у нас с каждым годом повышается. То есть люди по срокам оплаты платят с каждым годом все больше и больше. И, соответственно, с учетом того, что часть суммы мы добираем уже после направления налогоплательщикам требований, результат, в принципе, нормальный. На сегодняшний день уже порядка 400 миллионов из этой суммы поступило. Соответственно, вот та небольшая часть, которая остается, мы уже, соответственно, будем ее добирать. Соответственно, мы ждем оплаты по требованиям и, соответственно, уже принадлежительными мерами взыскания. А процедура взыскания долгов, она как-то меняется со временем? Процедура, она, в принципе, у нас остается неизменной. Я, наверное, вкратце скажу. То есть после срока уплаты мы формируем списки должников. Соответственно, направляем для... проводим массовый расчет, соответственно, по должникам. И все это направляем в Нижний Новгород, где в Едином Центре печатаются требования, которые, соответственно, рассылаются налогоплательщику. Тоже с этого года есть ряд изменений. В первую очередь это то, что пользователи личного кабинета, то есть те, кто зарегистрированы в личном кабинете и кто поменял пароль, соответственно, они не получают на бумаге ни уведомления, ни требования. То есть ждать не стоит, если вы зарегистрированы и пользуетесь, вам на бумаге, соответственно, это не отправляется. И, соответственно, это первый год, когда вне зависимости от того, где у вас стоит имущество, у вас все приходит в едином налоговом уведомлении или, мы уже говорим, в едином требовании. Соответственно, далее Нижний Новгород рассылает эти требования и люди получают, по ним либо платят, либо нет. И дальше вы уже приступаете к другим действиям. Если, да, человек не платит и сумма менее 25 тысяч, мы выходим в суд, получаем судебные приказы, направляем их работодателям, либо по источнику выплаты доходов. Остановимся, потому что человек ждет у нас телезрители, поэтому послушаем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Здравствуйте, Александр. У меня как раз в 2016 году моя машина Пежо 308 была потеряна в базе данных. То есть она переехала почему-то с Ленинского района в Октябрьский, потом на нее не был выставлен соответственный налог. Вот, вернули мне ее уже не Пежо 308, а Форт Монтео, но с моим номером. И до сих пор я не могу доказать правдивость моих данных. Хотя в Рео данные совершенно верные, но налоговый запрос делает непонятно куда. Спасибо. И вот сейчас, кстати, мне пришло новое уведомление, которое звучит 16500, то есть Пежо 308, но с объемом двигателя 220 лошадиных сил. Такого в принципе никогда не было. Как платить этого? Неправильное уже создание, неправильно сформировано налоговое уведомление или нет? Ну, соответственно, если вы видите явные ошибки, вы можете обратиться в налоговый орган по месту регистрации, соответственно, ну, по месту своей регистрации, с данными на вашу машину. И, соответственно, они должны... Вообще все данные приходят из ГИБДД автоматизированно. Но все понимают, что есть человеческий фактор, то есть ошибки, они возможны. Я вам советую обратиться в инспекцию с документами на машину, соответственно, с ПТС, где будет видно и количество лошадиных сил. Инспекция обязана направить запрос по СМЭФу в ГИБДД для уточнения данных и произвести вам перерасчет. То есть если вы видите явные ошибки, то, соответственно, платить вам не надо. И еще один вариант. У нас есть возможность либо через личный кабинет на сайте тоже написать заявление с приложением копии документов, и, соответственно, эти заявки, они рассматриваются в два раза быстрее. Либо, опять-таки, можно просто обращение на сайте написать без личного кабинета. В принципе, это все тоже возможно. И, кроме того, есть многоканальный телефон, вас 8 807 двоек. Вас соединят с инспекцией. Если инспекция что-либо не будет делать, либо возникают какие-то проблемы, они что-то из функций своих не выполняют, звоните, пожалуйста, в управление Федеральной налоговой службы по Самарской области. Мы с этой проблемой постараемся разобраться, максимально короткий срок ее решить. Спасибо вам сразу за несколько вариантов действия. Вот мы остановились на механизме взыскания долгов, и сейчас новшество, что с банковских карт даже могут взыскивать долги. Вот в каком моменте переходит работодатель к такой процедуре? Это, на самом деле, не новшество так давно. То есть я уже сказал, что если сумма менее 25 тысяч, сам налоговый орган обращается в суд, получает судебные приказы, соответственно, работодателю, либо по источникам выплаты доходов направляет этот судебный приказ об удержании, соответственно, это пенсия, стипендия, заработная плата и так далее. И, соответственно, с нее взыскиваются. Если сумма задолженности более 25 тысяч рублей, то, по сути, процедура все то же самое, только это делают приставы. Кроме того, приставы могут еще взыскивать с счетов должника. Соответственно, если у вас есть деньги где-то на депозитных счетах в банках, соответственно, приставы направляют запросы в банк, и задолженность у вас спишется. Соответственно, задолженность спишется именно с вашего счета. Еще один очень важный момент, тоже всех обращу внимание, что с октября этого года у нас увеличивается сумма пени. То есть первые 30 дней остается, как и было, просрочки. То есть это 1,03 ставки рефинансирования. С 31 дня, это уже 1,150 от ставки рефинансирования за каждый календарный день просрочки, чтобы было представление, порядка 20% в год от суммы задолженности будет набегать пени. Поэтому будьте внимательны, платите срок, потому что с этого года пени станут гораздо выше. И кроме того, чтобы люди тоже понимали, когда мы передаем приставам на взыскание материалы, соответственно, у приставов есть исполнительный сбор. То есть они возбуждают исполнительное производство, дают вам 5 дней на добровольную плату. Если уплаты приставам в течение 5 дней не идет, уже начисляется исполнительный сбор в размере 7%, то есть еще плюс 7% к сумме вашей задолженности. Кроме того, что могут не выпустить должника за пределы Российской Федерации, еще какие могут быть такие меры? Да, ограничения выезда мы тоже направляем, мера действенная. В принципе, приставы у нас достаточно оперативно эти ограничения принимают. Помимо этого, соответственно, может быть наложен арест на рекдействие с имуществом, может быть наложен арест, к примеру, на автомобиль. То есть сейчас мы начинаем акцию уже по изъятию автомобилей, потому что рекдействие останавливается по автомобилю в обязательном порядке, а, соответственно, как показывает практика, самое действенное, это если человек не платит, то машину не забрать, но всем бояться не стоит. У нас есть пул наиболее крупных должников, это примерно 1695 человек по области, у которых сумма задолженности свыше 200 тысяч. Соответственно, наиболее жесткие меры будут приниматься именно к крупным должникам. Но все должны понимать, что эта граница, она постоянно уменьшается-уменьшается, то есть это и задолженность 100 тысяч, и задолженность 50 тысяч. И я хочу просто, чтобы люди понимали, что, ну, я все прекрасно понимаю, да, там есть у человека, там, какая-нибудь так недорогая машина, но у нас мы проходили уже с осмотром рядом стоянок, там люди ездят на машинах за несколько миллионов рублей, и при этом имеют задолженность в 50 тысяч. Но просто я думаю, что для них заплатить вот этот вот налог, это не проблема. И тоже еще скажу очень важный один момент. У нас с этого года в городе Самара, на улице Алматинской, в МРЭО ГИБДД сейчас сидит сотрудник налогового органа, который предоставляет бесплатные услуги по информированию граждан, соответственно, о наличии задолженности. То есть, если вы приходите в МРЭО, то у вас есть возможность узнать о своих долгах, и, соответственно, не дожидаясь каких-либо действий от нас, либо от службы судебных приставов, их оперативненько взять и оплатить. Вот как раз ролик на эту тему, как быстро узнать о своей задолженности и оплатить. Мы сейчас посмотрим. Я напомню только, что у нас прямой эфир. Наш телефон 202-11-22. Звоните и задавайте свои вопросы. Хотите узнать свою задолженность? Это очень просто. Зайдите на сайт налоговой службы в раздел «Физические лица». Перейдите по ссылке «Наличие задолженности или переплаты». Здесь имеется подробная справочная информация, а также ссылка на сервис «Я хочу узнать свою задолженность». Войдите в свой личный кабинет. Для этого введите ИНН и пароль. Система выдаст информацию о всех ваших задолженностях и пениях по ним. Здесь же вы можете их оплатить. Отметьте, какие задолженности вы хотите оплатить, и выберите удобный для вас способ оплаты. Для оплаты наличными, например, через Беркассу на портале, можно сформировать платежные документы. Можно также оплатить безналичным переводом через банк. Портал Федеральной налоговой службы помогает решить все проблемы быстро и удобно. Еще много вопросов связано с ольготами. Скажите, вот в этом отношении есть какие-то изменения? И в частности, что касается пенсионеров и многодетных семей. Это же такая категория, которая всегда интересуется. Изменения у нас, они как бы в прошлом году еще произошли. То есть изменился порядок леготирования именно по налогу на имущество. То есть основная категория, самая распространенная льготников, это пенсионеры. Соответственно, раньше, если у пенсионера было, к примеру, три квартиры, три гаража, то леготировались все объекты имущества. И с этого года леготируется только один объект. Но, соответственно, на второй объект, примерно на вторую квартиру, там есть право на вычет, соответственно, там сумма налога будет меньше. Вот это вот, наверное, самое основное изменение. То есть, чтобы тоже люди не удивлялись, потому что обращений уже много было, которые никогда ничего не платили. С этого года, соответственно, с прошлого порядок леготирования не изменен. Но, соответственно, люди, пенсионеры, теперь за каждый второй объект, из каждой категории не будут платить. То есть, я немножко уточню. Ну, то есть, если у вас квартира и гараж, да, к примеру, то вы не платите ни за квартиру, ни гараж. Но если у вас две квартиры и гараж, то вы за вторую квартиру будете платить. Зачем это сделать, наверное, в принципе, тоже понятно. Потому что люди у нас зачастую пользуются законом и уходят от оплаты налогов. Соответственно, там работающие дети, да, на родителей переводили, на пенсионеров, все свое недвижимое имущество. В итоге налог на имущество никто у нас не платит. Соответственно, законодатели внесли вот такое вот изменение. Ну, оно, в принципе, достаточно лояльно. Если пенсионер одна, один объект из каждой категории, он как бы как ни платил, ничего, так платить не будет. Скажите, пожалуйста, о своих льготах, намерениях получать льготы, нужно заявлять или нет? Или это уже везде известно? Да. Тоже очень важный момент. Все льготы, соответственно, законодательство, они носят заявительный характер. То есть, соответственно, если у вас есть право на льготу, соответственно, вы либо пенсионер, либо там ветераны, либо многодетные семьи, вы должны в налоговый орган обратиться, в любой, с заявлением о предоставлении льготы. Соответственно, после этого налоговый орган вам эту льготу заносит в систему, и налоги вам больше не начисляются. То есть, это нужно сделать один раз, с приложениями, копией документов, подтверждающих право на получение льгот, в частности, для пенсионеров, это пенсионное свидетельство. Можно направить заявление это заказным письмом, либо по доверенности какой-нибудь представитель от вас тоже в налоговый орган это может представить, документ. И, соответственно, можете воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика. А до определенной даты нужно заявить? Или это не обязательно в течение всего года можно сделать? Потому что я слышала, что до 1 апреля какая-то дата определенная, что вот до нее нужно сделать? Нет, вы можете... До 1 апреля нужно определиться с тем объектом, который будет льготироваться. Это я объясню. Это если у пенсионера три квартиры, то он может по желанию выбрать объект льготирования. Соответственно, за одну не платят, за три остальных платят. Вот он из трех может выбрать любую, которая будет льготироваться. Но делать этого, в принципе, особой нужды нет. Потому что льготируется тот объект, у которого наибольшая стоимость налога. То есть сделано, чтобы люди лишний раз тоже не ходили никуда. То есть самый дорогой объект, он изначально льготируется. То есть система автоматически определяет. Если у вас есть какие-то предпочтения другие, ради бога, до 1 апреля обращайтесь. А так вы можете обратиться для представления льготы в любой момент. Соответственно, кроме того, вам еще и перерасчет налога может быть произведен за прошлые периоды. Соответственно, если вы в прошлом году уже были пенсионером, но о льготе не заявляли, вы можете обратиться, вам налог пересчитают. Только не более, чем за три года. До начала эфира к нам уже пришли вопросы от телезрителей. В декабре прошлого года продал квартиру, была во владении два года. Нужно ли подавать декларацию в налоговую и в какой срок? И через мобильный налоговый офис можно это сделать или нет? Да, у нас декларационная кампания начинается по представлению декларации по форме 3НДФЛ. Она как бы идет у нас с начала года. И крайний срок у нас в этом году, если мне память не изменяет, это 5 мая. До 5 мая декларации по форме 3НДФЛ должны быть сданы налоговые органы. Соответственно, если у вас квартира в собственности два года, и вы ее продали, то декларацию подавать вы должны, соответственно, налог уплачивать вы должны. Вопрос тоже касательно мобильных офисов, тоже новшество. С этого года у нас по выходным дням выезжает мобильная группа на специальной машине в микрорайоны, в крупные, были в Южном городе, в Кошелеве. Вот в эти выходные у нас в субботу запланированы крутые ключи. Соответственно, приезжают, и чтобы людям далеко не ходить, информируют о задолженности, подключают к личному кабинету, помогают заполнять декларации по форме 3НДФЛ. Соответственно, эта работа у нас проводится. Всех приглашаю, пожалуйста. Мы всегда рады вам помочь и пользуйтесь этими услугами, потому что, как правило, у нас за помощь в заполнении декларации этих людей еще и денег берут, а тут к вам, можно сказать, к дому приезжает еще, и все безвозмездно помогает. И они востребованы, да, потому что приходят люди, пользуются. Ну да, вот по опыту у нас проводится, в принципе, с этого года, по опыту достаточно много народу и в Южном городе, и в Кошелеве. Ну, мы еще посмотрим сюжет, а пока послушаем звонок от телезрителей. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Меня зовут Николай Абатой здесь. В извещении гараж отменили, примерно, в 3 раза в год, чем он стоит. Гараж стоит 250, а в налоговую там есть 750. Еще раз я немножко не расслышал. Вот гараж стоит 250, а в налоговую оформлен как за 750. Это, я понял вопрос. Это вопрос связан с кадастровой стоимостью объекта. Кадастровая оценка, чтобы все понимали, она проводилась на основании распоряжения Министерства финансов, то есть нанималась оценочная организация, и они проводили кадастровую оценку. Если вы не согласны с кадастровой стоимостью, то вы можете при Росреестре, есть специальная комиссия, обратиться в эту комиссию, они, соответственно, вам эту кадастровую стоимость пересмотрят и, соответственно, уточнят данные в налоговую, вам налоговая это пересчитает. То есть это, чтобы все понимали, это считает не налоговая и определяет эту стоимость. Определяли независимые оценщики, то есть у нас налог на имущество с кадастровой стоимостью первый год, а по земле эта комиссия работала, и, соответственно, уточнений по стоимости кадастровой земли было очень много. Поэтому, пожалуйста, у вас есть право обратиться. Просто пока не пересчитает комиссия, пока нам Росреестр не скинет обновленные данные по кадастровой стоимости, мы, к сожалению, изменить стоимость налога не можем. Понятно, механизм действия. Ну, давайте посмотрим сюжет про мобильный налоговый офис, который курсируется сейчас по нашему городу, а потом продолжим. Налоговая инспекция с доставкой по месту жительства. В Самаре начал работать мобильный налоговый офис. Инициативу поддержала городская администрация. И вот по субботам с 11 до 2 три микроавтобуса с символикой Федеральной налоговой службы выходят в рейс. В эти выходные выездная налоговая приемная работала в микрорайоне Волгарь Кубышевского района Самары. Меня интересовал вопрос о получении логина и пароля в личный кабинет. Очень удобно, мое впечатление, потому что я недавно родила, и мне как бы нет возможности выезжать сейчас куда-то в налоговую службу в рабочие дни. И вот такой выезд, я живу в соседней доме, и очень удобно. Я вышла, просто ребенка оставила в выходной, папа, и быстро решила свой вопрос. Первый опыт работы мобильного офиса показал, что от посетителей нет отбоя. У многих жителей просто не хватает времени, чтобы доехать в налоговую инспекцию. А здесь можно получить ответы на все вопросы. По имущественным налогам, льготам, налоговым вычетам, подключению личного кабинета. Первыми в маршрутную карту включены самарские новостройки. Дальше проект должен охватить все районы, вплоть до самых отдаленных уголков Самарской области. В связи с тем, что у нас проводится информационная кампания по имущественным налогам, мы подготовили заявление о предоставлении льгот налогоплательщикам, если к нам обратятся по этому вопросу. Бланки уведомлений о выбранном объекте, льготном объекте по налогу на имущество. А также сообщение об объектах налогообложения, в том случае, если налогоплательщик не получил уведомления об исчисленном налоге. Мобильный офис должен повысить и собираемость имущественных налогов, а потому выезды будут продолжаться весь год, по два раза в месяц. А если посетителей будет много, они перейдут в еженедельный режим работы. Причем в планах выезды и на крупные предприятия, по заявкам работодателей, чтобы люди могли воспользоваться услугой без отрыва от производства. Олег Зверев, Григорий Пельшаков, События. Еще такой момент хотелось бы узнать. Произошли изменения в администрировании страховых взносов. Если можно поподробнее, что это изменение, кого они касаются. Прошу прощения. Да, с этого года администрирование, функция по администрированию страховых взносов, соответственно, передана Федеральной налоговой службе. То есть, соответственно, Фонд социального страхования и Пенсионный фонд передал функцию по администрированию Федеральной налоговой службы, соответственно... А как налогоплательщик это отразится? Это отражается на изменении форм отчетности, во-первых, потому что за первый квартал отчетность уже будет представляться к нам, и форма, соответственно, она изменена. В остальном, касательно сроков уплаты, касательно оплаты авансовых платежей и так далее, все остается без изменений. Просто в целях оптимизации, соответственно, персонала на эту функцию, она была передана Федеральной налоговой службе, наверное, с целью повышения эффективности. И еще вот такой проблемный, можно сказать, вопрос, потому что много разговоров ходят по новшествам в отношении онлайн-касс, какие-то тоже новшества. Что это такое за аппараты, где они внедряются? Опять же, как это связано с налогами и даже с жителями просто? Да, тоже очень инновационный, скажем так, проект, интересный. Он, к сожалению, встречает очень много недовольства со стороны предпринимателей. Я просто на цифрах вам пытаюсь объяснить, что у нас на самом деле касс в России достаточно много. То есть если мы говорим о действующих, это более миллиона. Если говорить просто о Самарской области, то у нас действующих касс порядка 25 тысяч. Чтобы было понимание, на сегодняшний день у нас поставлено по новому порядку порядка 3 тысяч касс. Ну, то есть это где-то 12-13 процентов. Вообще, крайний срок, да, там переход на новую систему, на новый порядок применения КТ, он проходит в несколько этапов. Соответственно, с февраля месяца по старому порядку уже кассу зарегистрировать нельзя. Но если у вас есть ЭКЛЗ, срок которого не истек, соответственно, вы можете работать дальше до 1 июля 2017 года. Соответственно, после 1 июля у нас все кассы, все плательщики должны быть переведены на новый порядок, за исключением плательщиков, применяющих единый налог на вмененный доход. Соответственно, у них этот срок наступает еще через год, с июля 2018 года. Проблем очень много, тоже хочу людей предостеречь, очень важный момент. К сожалению, с учетом того, что сроки ограничены, да, все понимают, к примеру, у нас после 1 марта, согласно закону касательно алкогольной продукции, люди, занимающиеся розливом пива, они обязаны принимать контрольно-кассовую технику. Соответственно, то, что в России таких предпринимателей достаточно много, существует ажиотажный спрос, и ряд недобросовестных организаций, перекупщиков сильно на кассы накручивают цены, пытаются принудить заключить какие-то договора непонятные, которые, в принципе, налогоплательщикам не нужны. У меня огромная просьба ко всем, если кто-то сталкивается с такими злоупотреблениями, с сильным завышением цены, пожалуйста, сообщайте к нам в Федеральную налоговую службу. Опять-таки, есть многоканальный телефон 8872, либо можете позвонить в управление напрямую. Мы пытаемся вам, во-первых, помочь найти кассу по нормальной цене, и, соответственно, попытаемся оградить остальных от деятельности таких недобросовестных игроков рынка. Поэтому еще раз всех хочу попросить, звоните. Мы настроены, в первую очередь, не на контрольную функцию сейчас в части новой контрольной кассовой техники. Мы настроены на то, чтобы всех более-менее бесполезно, безболезненно перевести на, соответственно, на новые рельсы, потому что система, она очень удобна. Она удобна как непосредственно для бизнеса, потому что позволяет в онлайн-режиме отслеживать все то, что у вас происходит на точках, все продажи. Она полезна для жителей области, для простых покупателей, потому что снижает возможность обмана вас. Соответственно, есть специальное мобильное приложение, новая касса выдает чек с QR-кодом, вы QR-код сканируете, соответственно, данные автоматом уходят в Федеральную налоговую службу. Соответственно, если касса не передает данные в Федеральную налоговую службу, мы сразу об этом узнаем. Соответственно, деятельность плательщика, который пытается обмануть своих покупателей, мы можем автоматически пресечь. Как раз у нас есть ролик именно на эту тему, чтобы лучше в ней разобраться, давайте его посмотрим. С 1 февраля 2017 года поэтапно вводится в действие новый порядок работы с контрольно-кассовой техникой. Он предусматривает передачу данных о расчетах в налоговые органы в электронном виде через операторов фискальных данных. С этого момента регистрация кассовых аппаратов осуществляется только по новым правилам. Процедура стала проще. Кассы можно зарегистрировать онлайн в личном кабинете на сайте налог.ру. Согласно новым правилам, кассовый чек может отправляться покупателю в электронном виде. Его можно распечатать или проверить с помощью специального мобильного приложения по штрих-коду. Если вы осуществляете торговлю и принимаете к оплате наличные средства и платежные карты, то перейти на новый порядок вы должны не позднее 1 июля 2017 года. Но если вы являетесь плательщиком единого налога на вмененный доход или используете патентную систему налогообложения, а также если занимаетесь выполнением работ или оказанием услуг, то до 1 июля 2018 вы можете осуществлять расчеты без применения кассовой техники. Как и раньше, выдавать подтверждающий платежный документ по требованию покупателя. Только после 1 июля 2018 года вы будете обязаны применять кассовые аппараты. Общее правило таково. Если вы не были обязаны применять кассовые аппараты, то до 1 июля 2018 года можете работать без них. Имеются также исключения, когда можно не применять кассовые аппараты или применять их в автономном режиме, без передачи информации в налоговые органы онлайн. Кстати, если вы принимаете к оплате платежные карты через интернет, то теперь достаточно отправить чек покупателю в электронном виде. Личный кабинет на сайте налог.ру помогает решать многие вопросы по использованию кассовой техники, а также осуществлять мониторинг и анализ своих расчетов в режиме реального времени. Новый порядок существенно сократит количество проверок в ваших точках продаж. Вся информация будет доступна налоговой службе онлайн. Благодаря новой технологии создаются комфортные и равные условия для предпринимателей. Формируется здоровая конкурентная бизнес-среда. Онлайн-кассы. Это просто и удобно. Ну, будем надеяться. У нас есть звонок от телезрителя. Добрый вечер. Представьтесь и задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, Светлана. Скажите, пожалуйста, а вот пенсионер не может получить 17% после лечения зубов или вставления зубов? Скажите, пожалуйста. Спасибо. Если пенсионер у нас работающий, то получить, соответственно, он может. Потому что возврат налога происходит из суммы удержанного налога. То есть если вы работающий пенсионер... С пенсии нельзя вернуть. С пенсии вернуть нельзя. С пенсии вернуть нельзя. Скорее всего, не работающий пенсионер. Светлана. И вы хотели что-то добавить относительно вот онлайн-кассы? Да. Я сразу скажу, что мы инспекции сориентировали, что они у нас чуть ли не в проглосуточном режиме работают вот эту вот последнюю неделю по кассам, чтобы у людей не возникло сложности, в принципе, с работой. Вот еще один вопрос по самозанятым гражданам. Кто они такие? Ну, я думаю, что здесь для налогов что это? Да, сейчас есть возможность зарегистрироваться и не платить 13% самозанятым гражданам. Это, к примеру, люди, которые оказывают услуги по уходу за больными, соответственно, репетиторы. То есть можно этим воспользоваться и не платить? Да, вы можете зарегистрироваться и по льготной системе не платить 13%. Спасибо большое за эту важную и полезную информацию, за то, что ответили на мои вопросы, вопросы телезрителей. Всего хорошего. Спасибо вам за внимание и активность. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»